Включу запись. Но, тем не менее, как всегда, для всех несколько объявлений, особенно для тех, кто первый раз на нашем вебинаре. В самом начале нашего чата находятся две полезные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров. И в этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары, которые пройдут до конца нашего учебного года, до июня месяца включительно. Обращаю ваше внимание, прямо из расписания вы можете зарегистрироваться. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись и будет ли эта запись опубликована. Да, она будет опубликована на нашем сайте, на нашем канале в YouTube. Вот ссылку на этот канал. Вторая ссылка – это ссылка на наш канал. Запись появится, скорее всего, где-то завтра вечером, но к концу недели точно. Абсолютно. И хочу напомнить, что вот по этой ссылке у нас уже опубликовано более 260 записей и вебинаров, которые проводились в рамках Директ Академии. Ну и, наконец, я хотел бы проанонсировать наш следующий вебинар, который состоится завтра. Вот этот вебинар, даю вам его в чате. Завтра пройдет вебинар, на котором выступит Станислав Козловский. Один из руководителей, ну, это некорректно, наверное, так говорить про Википедию, да, но один из старейших авторов, редакторов Википедии и один из руководителей Викимедиа.ру, организации Викимедиа.ру. Должен быть очень интересный вебинар, приходите, я всегда с удовольствием приглашаю людей от Википедии в наше сообщество. И вот, наконец, завтра тот самый момент, когда можно услышать про Википедию, можно сказать, от первого лица. Приходите, записывайтесь, будет очень интересно. Ну что ж, не буду больше занимать время от нашего вебинара. Приглашаю Алексея Сидоренко. Алексей, будьте добры, на связь. А я, как всегда, ухожу в чат и в процессе вебинара буду в чате. Алексей, прошу. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Павел, большое спасибо. Коллеги, для меня это большая часть выступать перед вами сегодня. Вот, собственно, какой у нас план. Я постараюсь и презентацию, и вопросы уместить в течение одного часа. И, собственно, расскажу о том, какую ценность для вас могут нести те услуги, те бесплатные ресурсы, которые мы создаем каждый день. Вот. Итак, теплица социальных технологий. И здесь я начну немножко с представления. Это общественный образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и цифровыми диджитал-специалистами. Собственно, для нас образовательные организации не являются целевой аудиторией непосредственной, да. Но при этом некоммерчески мы считаем, что те ресурсы, которые мы производим, в том числе могут быть полезны для вас. Потому что большая часть того, что мы производим, вот, и практически все мы производим это бесплатно с открытой лицензией, что для вас очень важно, да. То есть и наше видео, и наши тексты, и наше изображение, и наш, в том числе, код, который мы разрабатываем, он доступен по лицензии Creative Commons, которая сейчас, в том числе, признается Гражданским кодексом Российской Федерации. Вот. То есть правила следующие, да, что если вы используете текст, вы можете всячески его использовать, изменять. Самое главное – ссылка на источник. Вот. Мы работаем уже 6 лет, мы вот недавно совсем отметили день рождения, вот, работаем с 2012 года, и у нас есть так называемые 10 мета-тем, да, над тем. Собственно, это какие-то 10 направлений, которые в целом описывают то, что мы хотим изменить. Они у нас размещены, скажем так, вот тоже приоритеты наши расставлены следующим образом. 5 тем из этих 10 посвящены некоммерческим организациям. Это некоммерческие организации, здесь у нас есть различного спектра, вот, то есть это не только социально ориентированные некоммерческие организации, которые, я думаю, всем вам хорошо известны. Это благотворительные фонды, сервисные организации, вот, но так и в том числе еще и организации экологические, которые занимаются экологическим просвещением, экологической защитой. Это в том числе и правозащитные организации. При этом мы не работаем с политическими организациями, не работаем с религиозными организациями. Это, соответственно, по поводу некоммерческих организаций. Что же мы хотим в них изменить? Во-первых, мы хотим, чтобы они были осмысленными, во-вторых, эффективными, в-третьих, безопасными, в-четвертых, они лучше бы общались со своей аудиторией. И здесь мы называем НКО как СМИ, чтобы они лучше устанавливали связь со своими аудиториями. И, наконец, устойчиво НКО, в том числе разговор идет об их финансовых моделях. Помимо этого, у нас есть три темы, посвященные технологиям. Потому что у нас в этом уравнении есть не только некоммерческие организации, но и технические специалисты. И здесь первая тема – это технологии преодоления. Это те технологии, которые позволяют преодолевать старые проблемы. Например, универсальный дизайн. У нас есть люди слепые, с ограничениями по здоровью. И есть целый набор технологий, которые позволяют эти старые, сколько человечеству лет, ограничения существуют, преодолевать. Во-вторых, это осмысленные технологии, технологии с целью, когда сами технологии сделаны и созданы таким образом, чтобы все-таки решать проблемы современности. Да, я в данном случае под проблемами современности. Мы используем цели устойчивого развития ООН. Как мы знаем, у нас есть большой список этих целей. Он описывает примерно практически все действительно важные проблемы. И любые технологии, которые позволяют решать эти проблемы, у нас укладываются. Мы пишем о них, мы рассказываем, как использовать, мы рассказываем истории успеха, о том, как это происходит. Но, наконец, мы затрагиваем то, что называется темной частью технологий. Ну, скорее, пишем, разумеется, о светлой. Это речь идет об ответственных технологиях, этике в технологиях, правах человека в технологиях. Чем больше у нас технологий со всех сторон, тем больше вероятность, что наши интересы, как граждан, не будут учтены. Мы можем говорить, например, о распознавании лиц, когда, например, мы не хотим, чтобы наше лицо распознавали в толпе. Или, например, алгоритмы какого-нибудь Фейсбука или социальных сетей, которые показывают нам одну информацию, а не другую. И здесь есть огромное количество вопросов, которые мы хотели бы осветить, потому что мы видим, что технологии могут одинаково быть использованы для блага, но могут быть использованы и для зла. Разумеется, мы не хотим, чтобы они были для зла использованы. И, наконец, наверное, то, что будет ближе всего к вашей целевой аудитории, у нас есть две темы по поводу грамотности. И мы рассматриваем грамотность и распространение грамотности как цель, так и как процесс. Для нас, конкретно в нашей тематике, одна тема – это, собственно, продвижение компьютерной грамотности и программирование, потому что мы исходим из максима, что если вы не программируете, программируют вас. Когда технологии становятся все сложнее, нужно в них разбираться. Иначе, как мы знаем, знание – это сила. Без знаний мы теряем контроль над ситуацией. Поэтому и это знание должно быть доступно. Мы ставим в том числе такую высокую цель, что программирование – это новый алфавит, новая письменность. То есть, если в 19 веке люди не видели ценности в том, чтобы учиться писать, мы считаем, что в 20 веке не все люди еще считают, что есть ценность в том, чтобы учиться программировать, а мы считаем, что это абсолютно критический навык для подрастающего поколения. Но помимо этого, это еще и процесс. И для нас, например, важна тема онлайн-образования и образовательной коммуникации. И, наверное, это вам будет ближе всего. То есть, как обучать издалека. И, собственно, то, что мы с вами общаемся через вебинар. Вот здесь мы, у нас здесь наверняка много людей. Я видел, кто-то писал из Омска. Да, это действительно технологии позволяют нам наконец-то сделать синхронизированное образование, доступное людям из очень удаленных регионов. И в этом это огромная гуманистическая ценность. Поэтому для нас, конечно, это очень важная тема, которую мы хотели бы и всячески способствуем их продвижению. И для этого у нас, например, было несколько конференций, посвященные в том числе онлайн-образованию. Мы ведем сами видеоуроки. И эта тема нас интересует. Да, собственно, и для того, чтобы продвигать эти все темы, у нас есть четыре основных направления, о которых я вам расскажу. Ну, и, собственно, вы можете использовать это в вашей деятельности, воспринимать то, что мы делаем, как ваш ресурс. В каких-то проектах вы можете спокойно пользоваться всем тем, что производит теплица. В каких-то, ну, здесь, скажем так, участие ограничено просто в силу того, что наши программы, например, наши мероприятия заточены исключительно под некоммерческие организации. И при этом образовательные организации сами по себе, да, если у них нету именно социальной составляющей, не подходят просто под условия участия. Я чуть позже объясню, что я имею в виду. Вот, да, вот здесь пишут, что не только из Омска, и из Казахстана. Это прекрасно. Вот, соответственно, первое направление – это мероприятия. Вот, и наш тепличный такой, скажем так, наиболее известным типом мероприятий, которые мы делаем уже вот с 2012 года – это хакатоны. Сейчас есть огромное количество хакатонов, они происходят буквально каждые выходные по различным темам, у них там есть разные призы. Наша же особенность в том, что мы делаем хакатоны общественных проектов. Вот, иногда, конечно, они не очень понятны, но под общественными проектами у нас есть список, да, который, как я уже говорил, связан напрямую с целями устойчивого развития. То есть вы смотрите, какая у вас есть проблема в городе, и то, что очень важно, да, у нас первый как раз пример – это хакатон во Владивостоке, который мы провели в прошлом году. Мы дошли до Тихого океана, вот, сами мы базируемся в Москве, вот, хотя у нас, в принципе, достаточно большое количество есть людей и в Санкт-Петербурге, вот, и в том числе у нас есть региональная сеть партнеров, которая в том числе в этом году, будем надеяться, вырастет, вот, но мы в том числе ездим с нашими хакатонами по городам России. Вот, и мы были, там, в Барнауле, в Красноярске, в Перми, в Нижнем Новгороде, вот, если кто-то, кстати, был на наших хакатонах, вот, то напишите. Вот, наверное, кому-то незнаком термин хакатон, вот, если действительно это, давайте я, наверное, объясню, хакатон – это марафон программирования. Вот, он начинается, либо, проходит, как правило, на выходных, вот, к нему предшествует подготовка, вот, и, собственно, на хакатоне приглашаются команды, все мероприятие начинается с утра или в пятницу вечером, в субботу с утра или в пятницу вечером, и они презентуют свои проекты, участники, и зарегистрироваться, как правило, может любой. Самое основное правило – то, чтобы иметь в команде хотя бы человека, который, ну, в идеале иметь хорошо, и дизайнера, то есть человека, который хорошо общается именно с визуальной частью программного обеспечения и, собственно, с программистом, вот, то есть кто-то, кто умеет программировать, вот, но бывают различные конфигурации. В любом случае, в течение двух дней команды программируют, вот, и в воскресенье вечером презентуют свои результаты, результаты своей работы, вот, и здесь у нас, вот, в разделе, в теплице, в разделе портфолио есть целый набор, собственно, тех приложений, тех проектов, которые победили, и у нас не просто люди побеждают и получают какое-то финансирование, у нас в данном случае 60 тысяч рублей получают на финансирование, вот, здесь они, это не просто такие деньги, которые, вот, можно потратить на пиццу или на путешествия, вот, а это деньги, которые организации получают на доработку своих проектов, чтобы их впоследствии запустить, вот, и, собственно, вот, примеры, да, какие у нас бывают истории успеха, вот, например, Иркутск, есть ли у нас, коллеги, здесь кто-нибудь из Иркутска, вот, вот, я бы, я всегда люблю рассказывать историю Василия Голикова, программиста, который совершенно случайно узнал о нашем хакатоне, вот, но как-то вдохновился, в общем, решил потратить свои выходные на это мероприятие, а потом его жизнь изменилась, он, в общем, бросил работу, организовал свою собственную веб-студию и помогает сейчас Иркутским социальным проектам, вот, поэтому здесь действительно для кого-то эти хакатоны, собственно, действительно становятся очень такими обменяющими жизнь, вот, вот хакатон в Нижнем Новгороде в 2015 году, если у нас есть кто-то из Нижнего Новгорода, вот, мы там вообще два раза, первый в 2012 году, второй три года спустя, вот, мы также проводим другие мероприятия, вроде, например, как конференция провалов, вот, и, кстати, еще одно слово по поводу хакатонов, конкретно для вас, что может быть интересно, есть в той же, по той же формуле проводятся так называемые эдютоны, да, когда, например, не социальные проекты делаются, а делаются образовательные проекты, вот, и, возможно, кого-то может это заинтересовать, например, для подачи конкурса на какие-нибудь там конкурсы Ростелекома, вот, я, насколько я знаю, что, вот, люди из сферы образования часто участвуют, вот, и я там в жюри тоже смотрю, часто, соответственно, отбираю победителей, вот, поэтому, в принципе, как раз для подобных проектов под подобный формат этот некий творческий лабораторий могут подойти, вот, помимо этого мы организовали несколько конференций провалов, вот, и это такой немножко смешной формат, когда люди рассказывают о своих неудачах, да, и суть в том, чтобы не об успехах, а именно о неудачах, вот, суть в том, чтобы как раз сделать, ну, сказать, что, во-первых, все ошибки совершают, а во-вторых, чтобы все вместе учились на своих собственных ошибках, вот, у нас есть еще такой формат неформальных встреч, которые мы называем митапами, вот, и мы проводим несколько митапов в регионах, у нас сейчас остались в Иркутске, в Перми, в Санкт-Петербурге и частично в Ульяновске и в Пензе, но у нас примерно это будет, скорее всего, к апрелю эта программа прекратится, вот, пока мы точно будем в Москве два митапа в месяц проводить, вот, это научно, такие, не то что научно, это такие свободные открытые мероприятия, где мы, куда мы приглашаем спикеров по различным темам, которые рассказывают про общество и про технологии, если у нас кто-то есть из Москвы сегодня, то приглашаем, приглашаем посетить, вам будет интересно, вот, все, что по поводу мероприятий, вы можете посмотреть у нас на сайте, вот, по данному адресу, у нас там везде есть, вы можете в меню увидеть разделы, соответственно, мероприятия, вот, и как на главной странице, так и вот поэтому, собственно, адресу, давайте я попробую впервые порисовать, о, да, вот, в общем, смотрите, следите за анонсами, вот, второе направление, которое, наверное, особенно я вот вижу, что есть у нас из Татарстана, из Южкоралы, из Иктывкара, вот, люди, вот, вот, публикации, наверное, вам будут доступнее всего, итак, о чем мы пишем, ну, мы, во-первых, мы не только пишем, но и снимаем, вот, напишите, пожалуйста, ссылку в беседе, Виктория Юрьевна, вы знаете, вы можете здесь справа, у вас есть общедоступные ресурсы, вы можете скачать презентацию, и там все будут ссылки, вот, и тоже всем советую, это просто связано с тем, чтобы я, ну, как бы, если я буду писать сейчас все эти ссылки, это может занять какое-то время, а если вы просто скачаете, у вас это еще и останется, вот, вы сможете вернуться к этому адресу, хорошо? Вот, собственно, у нас есть, вернусь к презентации, у нас есть публикации, вот, и публикации как в виде текста, так и в виде видео, вот, о, Татьяна Анатольевна, привет из Иркутска, да, приветствую, вот, у нас есть совершенно прекрасный Вова Ломов, вот, он автор наших видеоуроков, вот, и он по образованию богослов, вот, но, собственно, то есть он все время снабжает, разумеется, здесь у нас, скажем так, мы очень нейтрально по отношению к религии, у нас нету, но он всегда снабжает это нейтральными такими, но очень философскими, философскими зарисовками, вот, и Вова, помимо его, собственно, фундаментального образования, он очень хорошо разбирается в технологиях, вообще совершенно очень талантливый оператор, вот, оператор, монтажер и специалист по технологиям, но еще вот мы его попросили стать видеоблогером, вот, и он буквально за один год своей работы довел наш канал почти что до 7 тысяч подписчиков, вот, и слушать его, и смотреть одно удовольствие, и самое смешное, это когда мы с ним общаемся по телефону, и он вдруг говорит своим голосом, он не очень такой тембр голоса запоминающийся, и такое ощущение, как будто, что с вами говорит, что с вами говорит, в общем, диктор с телевидения, вот, поэтому мы его очень-очень ценим и советуем всем, у него каждый месяц выходит 6 скринкастов, 6 видеоуроков, мы старательно стараемся реагировать на запросы нашей целевой аудитории, вот, и, кстати, тоже, если вы хотите быть в нашей целевой аудитории, у нас есть фокус-группа, вот, где как раз, которая, это в Телеграме, есть такой мессенджер Телеграм, вот, где как раз люди могут оставлять свои заявки, свои вопросы, мы также просим мнения по поводу наших материалов, вот, и поэтому здесь тоже ссылка, вот, как раз Вова все время в своих видео дает ссылку на нашу фокус-группу, поэтому присоединяйтесь, вот, да, соответственно, вот этот наш YouTube-канал, вот, помимо этого, собственно, у нас есть материалы, у нас материалы разделены на несколько тематических разделов, первое, это НКО, да, то есть там в основном мы собираем все, что касается некоммерческих организаций, во-вторых, это технологии, то есть, если вас больше интересуют технологии, то, наверное, вам стоит заходить туда, в-третьих, у нас есть образование, вот, вы знаете, так, библиотекарю, спрашивает Оксана Владимировна, все это может пригодиться, но я хочу сказать, что библиотекарь, да, профессии библиотекаря, я знаю не понаслышке, у меня и мама, и бабушка, они все библиотекари, можно сказать, из семи библиотекарей, вот, я, и, как бы, работа библиотекарей, это складирование и забота об информации, структурирование ее, и, ну, как бы, знакомые нам библиотекари, да, они складируют это все на карточках, на индексах, вот, современные библиотеки, разумеется, уже все там переводят в цифровой вид, вот, и вот то, чем мы занимаемся, да, у нас есть достаточно много материалов, которые, может быть, непосредственно не относятся к библиотечному делу, вот, но, ну, скажем так, относятся непосредственно к складированию современным формам информации и к современным формам записывания, собственно, того, что производит человек, да, то есть это, может быть, не совсем, там, культура и искусство, но также явно заслуживает на то, чтобы оставаться на каких-то носителях, вот, я не знаю, насколько этот ответ вам подошел, но, вот, по крайней мере, отвечаю на него таким образом, вот, и, собственно, у нас есть раздел «Образование», вот, который, наверное, будет вам наиболее интересен, вот, просто заходите в меню, видите раздел «Образование», можете идти прямо сразу туда, мы туда ставим как раз в основном те материалы, которые ближе всего именно либо по образованию как процессу, либо по повышению компьютерной грамотности. И здесь стоит сказать, что мы в прошлом году не спонсировали, мы оперировали, то есть были оператором большого проекта международного, это Европейская неделя программирования, вот, которую, собственно, мы делали вместе с Техсупом и с немецкой компанией SAP, вот, и провели 21 мероприятие в России, вот, просвещенное продвижению программирования, вот, но это отвлечение, вот, помимо этого у нас есть раздел «Инструменты», который касается как раз инструментария, вот, и раздел «Мероприятие». Вот, про мероприятие я уже сказал, что у нас есть еще? Вот этот вот слайд, который я показываю, иллюстрирует функцию нашего сайта, которая, может быть, не всем понятна сразу, вот, это так называемые курируемые теги. Это коллекция материалов на заданные темы. Например, вот на этом слайде это курируемый тег по фотографии, да, как фотографировать, как использовать цифровые материалы для фотографии, да, у нас также практически по каждой теме есть такой курируемый тег. Вот, если вы видите, что у нас, и у нас после каждого материала есть достаточно большое количество тегов, да, по которым вы можете искать, вот, у нас тоже очень хорошо работающий поиск, вот, поэтому очень советую просто, если что-то интересует, заходите на наш сайт, нажимаете на иконку лупы, или просто нажимаете на латинскую S, просто вот на клавиатуре, у вас сразу появляется значок поиска, вот, и вы вводите там любое ключевое слово, и, скорее всего, вы что-то интересное найдете. Вот, но помимо этого, если вы видите подкрашенный тег, это значит вот такой, видите, вот здесь слово по фотографии, это значит, что он ведет на коллекцию, коллекцию материалов, которые специально подобраны нашей редакционной командой, конкретно по этой теме, вот, и это очень удобно, потому что вы сразу можете там, грубо говоря, вас интересует какая-нибудь там виртуальная реальность, или фотография, или работа в команде, или какие-то менеджерские практики, и это у нас все есть. Вот, собственно, здесь синтаксис того, как это выглядит, да, test.ru – это наш основной сайт, тег – это, соответственно, ну, просто название типов материалов, вот, и фото, и здесь достаточно их много, я, наверное, полного списка давать не буду, вот, но что важно, у нас каждый месяц есть так называемая тема месяца, вот, например, в марте у нас тема месяца – это фандрайзинг, да, сбор средств в сети. Следующая тема месяца в апреле – это будет персональное развитие, вот, то есть персональное развитие, лидерские навыки, управление временем, управление собственными, там, управление решением задач, разрешение конфликтов с помощью, в том числе, каких-то технологических средств. Вот. Это что касается наших публикаций. Разумеется, мы есть в социальных сетях, мы находимся в Фейсбуке, в ВКонтакте, но нас нет пока еще в Одноклассниках и в Инстаграме, вот, но мы есть в том числе в Телеграме. У нас есть два канала в Телеграме – это Теплица Ньюс, да, новости из Теплицы, а также есть Телеграм-канал, который веду я, правда, редко, где-то раз в неделю, раз в полторы недели, который называется Теплица ПРО. Вот. Я там освещаю, наверное, достаточно тематические для, в целом, для третьего сектора технологические вопросы, поэтому здесь вот, ну, как бы, посмотрите, насколько это вам подойдет. Вот. Потому что это, в общем, ну, не совсем, особенно если вы не в некоммерческой организации, то, наверное, вам это не будет так уж интересно. Вот. Наконец, у нас есть третий раздел – это разработка. Вот. И здесь, что для вас может быть интересно? Мы создали в сентябре 2017 года конструктор сайтов на базе WordPress, вот, который называется «Кандинский» в честь великого российского художника Василия Васильевича Кандинского. Вот. И, собственно, идея в чем, да, что наш конструктор помогает создать на основе трех шаблонов сайты. И, действительно, в течение получаса у вас создается сайт на базе такого системы управления содержанием WordPress. Вот. И, собственно, вот, особенность его в том, что мы сознательно сделали, подготовили три шаблона под наиболее часто использующиеся некоммерческими организациями. Мы подготовили для них тексты, да, руководствуясь принципом, что редактировать проще, чем писать. Почему мы так сделали? Потому что мы видим, что когда некоммерческие организации создают свои сайты, они практически ничего не заполняют. Мы решили, мы сделали, придумали три фиктивные организации, такие, ну, шаблонные, да, которые напоминают в среднем обычные некоммерческие организации, и сделали за них набор контента, да, чтобы было примерно понятно, как это заполнять. Вот. И вот, например, перед нами здесь, и здесь ссылочка уже на работающий демо-сайт. Вот. Вот это, например, Кандинский организация, тоже ненастоящая. Вот. Линия цвета. Она помогает бороться с алкогольной зависимостью, да. Вот. Но здесь есть все основные элементы, которые, собственно, нужны сайту некоммерческой организации. Как это может помочь вам? Для вас вы можете, например, использовать этот шаблон для каких-то своих образовательных инициатив, да. Например, вы запускаете новый проект, вам нужен какой-то сайт, вы не хотите его делать на каком-то Виксе или на Народе, или на Юкозе, вот, потому что он, ну, не очень красивый, или на Google Pages, вот, а вы хотите современный, в общем, красивый сайт, бесплатный в том числе, вы, то есть, вам нужно заплатить только за хостинг, к которому мы никакого отношения не имеем, и за домен, вот, либо можете поставить на, там, своем каком-то там домене школе или на хостинге школы, вот. Я думаю, у вас, если есть какие-то там системные администраторы, для них, там, установка WordPress, вот, не будет, собственно, какой-то, каким-то непонятным, какой-то непонятной, в общем, вещью, и здесь, собственно, вы быстро-быстро ставите, мы как раз специально разрабатываем, чтобы устанавливать было легко, вот, ориентируясь на низкий порог, входной порог, да, низкий порог знаний, вот, необходимый для установки, вот, и, собственно, у нас мы это снабдили также подробными инструкциями, видео, видеоинструкциями, сделанными, в том числе, вот, уже упоминавшимся Вовой Ломовым, вот, и поэтому, собственно, любой проект, любое мероприятие, вы хотите сделать, не знаю, там, выпускной, новый видеокурс, что угодно, да, можете использовать конкретно этот шаблон и очень быстро. Это уже адаптивно, он оптимизирован, вот, и там большая часть функций, которая вам может понадобиться, уже есть. Вот, помимо этого, да, здесь у нас есть в том числе шаблон, наверное, вам он будет менее интересен, он связан с тем, что мы встроили в него наш плагин по сбору средств, который называется онлайн-лейка, вот, ну, здесь я подробнее остановлюсь, в общем, простой адрес, knd.test.ru, вот, где, куда вы можете зайти, скачать там, собственно, репозиторий вот этого кода, и, точнее, архив кода, установить его, посмотреть инструкции, как это делается. Вот, помимо этого мы разрабатываем плагин, фандрейзинговый плагин онлайн-лейка, вот, лейка за только прошлый год помогла собрать различным организациям 100 миллионов рублей, да, ну, разумеется, они сами собирали, но, скажем так, наш, наше, наше программное обеспечение, собственно, им помогло это сделать. Да, сейчас наша вот эта вот онлайн-лейка работает с большинством крупных собирающих систем, там, Яндекс.Касса, PayPal, Cloud Payments, Robocassa, вот, все это работает. Здесь, собственно, например, вот Павел Юрьевич упоминал Wikimedia, да, вот, они тоже используют лейку для сбора средств на российскую Википедию, вот, вот здесь, собственно, простой адрес, лейка-тест.ру, вот, здесь я сразу хочу сказать, что немножко повыше входной порог, там, почему, потому что, если вы собираете деньги, например, на какую-то свою инициативу, то вам потребуется договор с эквайринговой системой, там, с Яндекс.Кассой или с PayPal, и это может немножко быть сложновато, вот, поэтому мы всячески стараемся это снабжать инструкциями, но иногда здесь есть слишком много, прошу прощения, да, я извиняюсь, собственно, есть много различных подводных камней, вот, которые, ну, собственно, здесь мы не все можем описать, вот. Соответственно, дальше. У нас есть все, что мы делаем, выложено у нас на репозитории GitHub, там, где мы держим открытый код наших приложений, вот, то есть это значит, что можно не только скачать, но и посмотреть в наш код, и еще в том числе, если у вас есть предложение, вы можете, собственно, сделать так называемый pull-request, то есть добавить кусочек кода, какое-то исправление, если вы считаете нужно, вот. Ну, помимо этого, у нас есть ряд гражданских приложений, которые мы поддержали, да, например, генератор заявлений, вот, это нужно как раз, там, например, вот здесь конкретно приложение было, это группа, занимающаяся защитой женщин от домашнего насилия, вот, и они, например, сделали, мы поддержали их, они сделали предложение по генерации заявлений в полицию, по, например, там, итогам, не то, что по итогам, да, то есть женщина, которая хочет, там, справедливости, если ее побил муж, вот, и обычно 60% таких заявлений, например, просто отвергаются полиции, потому, по формальным причинам, то здесь как раз некоммерческая организация из Санкт-Петербурга, кризисный центр для женщин, вот, с нашей помощью создала заявление, вот, генератор заявлений в полицию, да, вот, и сейчас, соответственно, используют. Помимо этого, мы формируем сети, и у нас есть два типа сетей, и это тоже может вам пригодиться, во-первых, это платформа IT-волонтер, и IT-волонтер, собственно, с одной стороны является как платформой, где любая некоммерческая организация может попросить о помощи, вот, так и не только некоммерческая организация может попросить о помощи, но, например, вы можете эту платформу установить у себя, да, например, если вы в вашем вузе или в школе, хотите сделать, собственно, какую-то платформу, которая соединяет волонтеров и людей, которым нужна помощь, это тоже вот у нас есть в репозитории, можете установить у себя, вот, но, собственно, говоря о самой платформе, у нас сейчас там около 4000 участников, 605 задач с момента запуска в 2014 году уже закрыта, вот, и мы вот только за прошлый год, это около 8 месяцев человеческой работы, да, то есть это, ну, фактически, вот мы могли бы сами оказывать поддержку некоммерческим организациям, но здесь мы используем как раз, даем возможность волонтерам помочь другим некоммерческим организациям, и вот они просто наработали на 8 месяцев вот такой волонтерского труда, вот, ITV test.ru, да, если у вас некоммерческая организация, вы можете подать там заявление, у нас действует при, точнее, постмодерация, да, то есть вы можете опубликовать задачу, но если она не соответствует правилам, правила у нас публично опубликованы, да, то есть они уже есть, вот, все эти правила, если не попадают под правилом, то мы, к сожалению, переводим в архив вашу задачу, но если вы соответствует правилам, тогда вы просто сидите, ждете волонтеров, опять же, это очень сильно зависит от, там, мы не гарантируем, что к вашей задаче придут волонтеры, но мы следим за тем, чтобы там, скажем так, если вдруг какие-то конфликты есть, и в целом у нас, вот, по нашей статистике в среднем где-то в месяц решается от 10 до 15 задач. И, кстати, тоже для тех из вас, у кого есть студенты, вот, и, например, студенты технических специальностей, мы, например, предлагаем следующую форму сотрудничества, да, как вы знаете, у нас в 2018 году это год волонтера, вот, но волонтер это не только тот, там, кто ходит по больницам или, там, занимается какими-то вещами в офлайн-пространстве, это в том числе интеллектуальный волонтер, волонтер-пограммист, волонтер-дизайнер. И мы сделали совместно с Саратовским университетом, кажется, если мне не извиняет память, вот, с одним из саратовских вузов мы провели Академию IT-волонтера, когда была представительница саратовского вуза, были у нее студенты, вот, и мы сделали краткий курс по тому, и это были студенты, там, программирования, дизайна и реклама, вот, мы сделали краткий курс по тому, как помогать некоммерческим организациям, как быть IT-волонтерами, вот, и после этого, собственно, там, для прохождения этого курса нужно пройти, там, шесть видеоуроков и помочь одной организации, собственно, студенты получают, получают сертификат того, что они, вот, сертифицированные IT-волонтеры, вот, поэтому, если вам подобное предложение интересно, если вам есть IT-какие-то специальности, то, вот, мы к вашим услугам, мы готовы здесь очень и будем очень рады рассмотреть варианты партнерства, вот, помимо этого, у нас есть вторая сеть, и если IT-волонтер скорее относился до таких не самых профессиональных, начинающих волонтеров, да, частных лиц, вот, то у нас есть сеть, которая называется «Пасека», и она объединяет уже коммерческие компании, и вполне себе коммерческих фрилансеров, которые сказали, заявили публично о том, что они готовы помогать некоммерческим организациям, что у них есть корпоративная социальная ответственность, и это не просто корпоративная социальная ответственность, чтобы, там, помочь детскому дому или еще что-то, а чтобы помочь своими мозгами, своими умениями, вот, здесь мы сейчас, у нас, там, более 110 участников со всей страны, вот, вы можете найти, собственно, студии у вас в регионе, вот, и они, собственно, либо делают работу пробона, то есть бесплатно для некоммерческих организаций, опять же, по их выбору они решают, кому помогать бесплатно, либо по так называемой дружеской цене, то есть ниже, то есть по себестоимости или точно ниже рыночной, да, то есть, ну, они понимают, да, что раз некоммерческая организация, и они подписались под эту тему, вот, что они все-таки, ну, для некоммерческих организаций дают какую-то серьезную ощутимую скидку, плюс наличие самой пасеки некое преддает какую-то для всех участников некую страховку, да, что, там, и заказчик не подведет, и клиент будет вменяемый, вот, собственно, и помимо этого последнее, наверное, что особенно будет интересно для участников из городов менее 500 тысяч, мы как раз для городов, потому что по нашему, по нашим исследованиям, именно до городов меньше, менее 500 тысяч человек меньше всего доходит различных образовательных, развивающих программ, мы создаем теплосеть, это будет онлайн-платформа по дистанционному обучению, которая в том числе будет призывать, не то что призывать, да, она будет способствовать формированию локальных сообществ, которым интересны технологии образования, грамотность, вот, и, собственно, повышение собственных, собственно, навыков, вот, она запустится у нас 20 апреля, вот, если вы, собственно, вот в каком-то городе от 100 до 100 тысяч рублей, не рублей, а жителей, вот, вполне возможно, что вам это, вас это может заинтересовать. Ну, на этом, наверное, все, вот, моя часть презентации закончена, вот, я призываю вас, собственно, заходить на наш сайт, подписывайтесь на наш РСС-канал, подписывайтесь на наши социальные сети, вот, и, пожалуйста, вопросы. Буду рад ответить. Да, Павел, спасибо большое. Может быть, у вас есть вопросы по поводу, да, и под свободной лицензии. Может быть, если у наших слушателей нет вопросов, то я пару вопросов задам. Ну, во-первых, у меня совершенно замечательное впечатление от ваших роликов, от роликов Владимира Ломова и до этого Алексея Ницца тоже замечательные ролики были. Они сделаны в формате пятиминутном, в основном, трех-пятиминутном формате, и это здорово, потому что с медийной точки зрения это то, что надо. Ну, мне, вы знаете, как, может быть, это даже не столько вопрос, сколько реплика. Как человеку, связанному с учебным видео достаточно серьезно, иногда кажется, что медийность немножко превалирует над методическими вопросами. И сам, вот, Вова в одном из последних роликов как-то заметил, ну, вы чувствуете, что этот вопрос за пять минут обсудить невозможно, поэтому я буду делать ролики с продолжениями. Вот у меня, вы знаете, такой проблемный, скорее, вопрос, как вы считаете, что важнее в таких роликах, привлекать больше людей или больше делать ударения на методическом аспекте? Поскольку, поскольку, методический аспект, ну, вот, ролики Вова, например, когда я смотрю, мне кажется, что их постоянно хочется остановить, и когда ты уже инструмент изучаешь, остановить и посмотреть, как это делается, потом продолжить и так далее. Вот, честно говоря, этот вопрос я сам себе задаю, вот задам и вам. Дело в том, что можно сделать менее медийный ролик, но более объясняющий. На YouTube есть, например, такая возможность просто убыстрить ролик. Поэтому я для себя пока не решил, что лучше делать, медийные ролики, как делает Вова Ломов, либо делать более продолжительные 10-минутные ролики с тем, чтобы они были, может быть, менее медийными, но зато более методически оправданными. Как вы считаете? Вы знаете, я абсолютно с вами соглашусь, что это вопрос очень сложный. Вот. И здесь однозначного ответа нет, да, и зависит ответ в основном от тех приоритетов, которые ставит организация, да. Я практически каждые выходные сейчас слушаю различные онлайн-курсы, вот, потому что, ну, невозможно, как бы, без онлайн-курсов за всем этим держаться. И, конечно, наши в целом ролики, они, с одной стороны, носят, нам нужно просто рассказать, что вот такой инструмент существует. Это первое, да. Соответственно, чтобы сделать его интересным для внешней аудитории, нужно сделать, конечно, его более медийным. Вот. И наша гипотеза в этом состоит так… у нас есть две гипотезы, которые мы ставим. Первая гипотеза – это в том, что для большинства современных инструментов, вот, они, соответственно, достаточно интуитивны, чтобы в них хотя бы, чтобы они… что первая точка, да, это то, что о них люди узнают и дальше более-менее смогут разобраться. Вот, это первое. Соответственно, поэтому для нас важнее, скорее, чтобы ролик был досматриваемым и коротким, чтобы он держал интерес. Вот. А вторая гипотеза в том, что действительно можно остановить и сделать паузу, вернуться, и как раз именно то, что это записываемый формат позволяет. У нас действительно здесь был, правда, с Вовой и с нашим редактором, с Олегом Гантом, спор, да, потому что, казалось бы, ну вот, нам одна точка зрения, нужно показать как можно больше инструментов, с другой стороны, нужно как углубиться в них, вот, и в итоге мы… Вот я уже заметил, да, заметил, да, что в последнее время это у вас происходит, да. И это на самом деле здорово, да, да. Вот, и это на самом деле неизбежно, потому что крупные, хорошие инструменты требуют вот такого систематического подхода. Но для нас правило пяти минут тоже очень важно. Вот, мы чрезвычайно считаем важным в том, чтобы можно было легко поглощать эту информацию, вот, чтобы… Потому что даже если вот вы посмотрите, например, на Coursera или на Udacity, да, особенно на Udacity, у них эта платформа онлайн, вот, у них, например, ролик не длится больше двух минут, ну, максимально там три минуты. 4.7 вообще Coursera своим преподавателям рекомендует делать ролики. Ну, вот я вот просто ориентируюсь на тот курс, на том курсе, на который вот я смотрел, вот, а, соответственно, вот Udacity 2.3, да, Coursera, ну, это тоже может зависеть от курса, вот, там, например, есть такая платформа Team3 House, вот, по разработке, у них там вообще семь минут, вот, я вот очень редко, что появляется, когда больше 10 минут, поэтому, собственно, ну, мы понимаем, да, что это нужно давать порционно, вот, и у нас просто не всегда есть возможность вот выпускать такие вот прям курсы-курсы, потому что это тоже вопрос ресурсов, вот, но, в общем, делаем, что можем, и действительно поняли абсолютно необходимость, что для серьезных инструментов, да, например, там, DaVinci Resolve, вот, нужна серия скринкастов, и сейчас мы точно абсолютно идем к тому... Ну, совершенно замечательно, да, потому что я как раз хотел сказать, что иногда в ваших роликах очень хочется ваш ролик использовать в качестве базы, из которого, как бы, через каждую минуту торчат веточки, в которых объясняется более подробно то, что только что было сказано в общем. То есть, с медийной точки зрения, совершенно замечательно. И, кстати, я хочу обратить внимание, может быть, Алексей, не всем, но не всем это стало понятно, а я хочу сказать, что все материалы, особенно видеоматериалы, с которыми я более серьезно связан, теплицы, они располагаются под открытой лицензией, чтобы вы понимали, что это значит. Это значит, что вам нужно только указать авторство этого ролика, чтобы его потом не только показать своим людям, но даже использовать в качестве промежуточного материала. То есть, вы можете использовать на основе, например, ролика теплицы, сделать какое-то производное произведение, и эта лицензия вам это позволяет. Например, показать этот ролик в своем вебинаре, показать на своем мероприятии. Это очень дорогого стоит. Не все те доступные ресурсы, которые обычно мы в сети видим, можно использовать без разрешения, без уведомления вот в таком режиме. А это можно. Это очень дорогого стоит. Вот и библиотекарям, и преподавателям прошу на это обратить внимание. То есть, материал под открытой лицензией – это очень дорогой материал для нас, для преподавателей, для библиотекарей, который можно использовать, который можно использовать в качестве производного материала. И вот, в частности, из-за этого я тоже пригласил теплицу к нам, потому что вот это надо осознать и понять, что это просто очень полезно. Алексей, я вижу, вам тут все-таки, да, вам все-таки, пока я говорил, как и предполагал, накидали каких-то вопросов. Как сюда, так и в вкладку «Вопросы» тоже что-то там появилось. Так что я снова даю вам... Хорошо, вот Оксана Владимировна спрашивает, не подкиньте ли хорошую идею, как раскрутиться, привлечь и обеспечить данными читателей стать более популярной или более ценной для общества университетской библиотеки. Вот, ну, мне кажется, здесь хороший вопрос, да, по поводу библиотеки. Ну, прямо, ну, вообще, в целом, продвижение и раскрутка — это такой отдельный большой жанр, вот, и здесь, наверное, у нас даже, давайте, может быть, я просто дам ссылку, начну с того, что дам ссылку на курируемый тег как раз по продвижению. Вот, соответственно, первое, да, это, наверное, дам ссылочку на курируемый тег по продвижению в социальных сетях. Вот, ну, а во-вторых, вот, если я, опять же, никогда на эту тему не задумывался, вот, но самый лучший способ привлечь к библиотеке, да, это показав, собственно, что там внутри, да, какие там находятся сокровища, вот, и, например, сделать, экспериментировать с форматами, да, например, когда вы публикуете отрывки из каких-то книг, которые вам больше всего нравятся, да, когда вы публикуете открытки смешные, интересные, завлекающие с книгами, вот, или там с иллюстрациями, или с какими-то фотоальбомами, вот, и здесь нужно, здесь, опять же, есть куча и тактик, и стратегий, вот, ну, наверное, это тема не просто для одного семинара, точнее, одного вебинара, а для целой серии, для онлайн, целого онлайн-курса, я бы сказал, вот. Олег Александрович пишет, можно ли сделать для студентов что-нибудь интересное и развивающее как альтернативу Дом-2, кажется, он не конкуренции в плане освоения модели общения молодежью. Ну, это тоже, наверное, немножко выходит за пределом моей прямой компетенции здесь, но если брать вот так тоже на поверхности, то, ну, опять же, интересное и развивающее, на самом деле полно проектов интересных и развивающих, вот, другое дело просто, чтобы сделать их популярными среди молодежи, это целое искусство, да, это продвижение в среде молодых, вот, и здесь с одной стороны мы вот видим, да, что видеоблогеры в состоянии достучаться, да, и это действительно даже при небольших ресурсах видеоблогеры сейчас очень популярны как раз среди молодежи, и при этом здесь, наверное, вопрос, может быть, подумать, как копировать их стиль и копировать их тактику, но при этом подавая что-то действительно более полезное, вот, и здесь, наверное, речь мы говорим о так называемом инфотейменте, да, когда мы с одной стороны развлекаем, с другой стороны даем что-то, что-то действительно полезное, вот, так, пишет нам, сейчас скажу, Галина Ивановна, как узаконить это использование, вы знаете, узаконивать не нужно, потому что просто само по себе наличие разрешения здесь все уже вам дает, дает полную свободу пользоваться нашими материалами при указании ссылки, вот, так, Виктория Юрьевна, очень много информации на тему библиотеки в социальных сетях, вот, Оксана, так, в вопросах пишет Едаков Константин Иванович, можно ли подробнее о Хакатоне, кто в них участвует, можно ли мне поучаствовать? Ну, смотрите, Хакатоны бывают очень разными, вот, здесь есть целые телеграм-каналы только с, только с анонсами Хакатонов, вот, и, ну, конкретно в нашем, соответственно, у нас участвуют несколько типов, организации это просто такие наши наблюдения, первый тип это некоммерческие организации, у которых есть конкретные проблемы, и с которыми мы начинаем заранее работать, вот, приглашая их, вот, они набирают себе компьютерных специалистов, вот, это первый вариант. Второй вариант это когда технические энтузиасты, тоже они видят как-то по-своему эту проблему и приходят на Хакатон, соответственно, что-то разрабатывают, то есть идут скорее от технологической части, вот, это, наверное, наиболее две распространенные группы, то есть, вам, например, если нужно поучаствовать, у нас, например, следующих Хакатон в Санкт-Петербурге 31 марта, 1 апреля, вот, приглашаем, давайте я дам ссылку, вот, там в том числе есть как раз описание наших правил, вот, и кто там может участвовать, и здесь, если у вас есть проект, отвечающий тематике Хакатона, да, критерием его, то вы можете участвовать, если он не отвечает тематике или критериям, то участвовать вы не можете, да, то есть вы можете прийти, разумеется, но смотреть на вас все будут немножко удивлены, вот, опять же, ну, там, никто вас там не погонит, да, но вот будут просто, ну, скажем так, переглядываться, вот, поэтому обязательно проверьте, да, на соответствии тематике, соответствии, собственно, вот, правилам, да, например, у нас здесь есть, вот, есть раздел правила участия, да, сервис, сайт, медиапроект, который улучшит жизнь в Петербурге, работает с открытыми мониторинговыми данными, вот, соответственно, проекта охватывать все жизни города, горожан с обязательным акцентом на социальную проблематику, вот, у нас есть целый раздел, вот, где вы можете ответить, да, насколько у вас отражена социальная проблематика, вот. Так, сейчас, вот, ну, смотрите, коллеги, у нас, на самом деле, время немножко подходит к концу, вот, поэтому я благодарен вам за вопросы, пожалуйста, соответственно, пользуйтесь нашей контактной формой обратной связи, если вам нужно связаться, а в остальном было очень приятно с вами поговорить, вам что-то рассказать, и мы надеемся на то, что, на ваши глаза, уши в теплице, да, наблюдайте за нами, приходите на наши мероприятия. Коллеги, огромное спасибо за сегодняшний вебинар всем, особенно Алексею, который провел замечательный вебинар. Я сам с удовольствием его слушал и, как видите, задавал вопросы, даже вас немножко раскручил на вопросы. Я думаю, что нужно осмысление, да, в нашей вот вузовской среде не очень хорошо, к сожалению, не очень хорошо известны подобные проекты, а они очень многого могут нам дать и вузовским библиотекам, и преподавателям. Использование вот этих материалов, которые в большом количестве появляются от теплицы, это очень дорогой ресурс, и им обязательно надо пользоваться. Поэтому я, во-первых, всех благодарю, во-вторых, хочу напомнить, что запись нашего вебинара завтра-послезавтра появится на нашем канале, и кто-то, если может быть не успел, покажите им эту запись, я надеюсь, что будет очень-очень полезно. Со своей стороны я хотел бы Алексею предложить использовать нашу платформу, если возникнет необходимость выйти на вузовскую аудиторию у теплицы, мы всегда рады будем включить вас в наше расписание, провести вебинар, привести людей для ваших идей. Так что, если надо, ради Бога, потому что дело благое, дело правильное, которое всем необходимо, и нам очень интересно. Спасибо, Алексей, спасибо, коллеги. Приходите на наши вебинары, вам будет интересно, они проводятся почти каждый день. Павел, огромное спасибо, уважаемые коллеги, огромное спасибо, приятного дня. До новых встреч. Да, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова